За 2019 год пострадало от укусов более полутора тысяч человек, в том числе более 640 детей. У 72 людей выявили лаймборелиоз, четверо заразились клещевым энцефалитом. В текущем году уже зарегистрировано 11 случаев лаймборелиоза среди жителей Бреста и района. Врачи бьют тревогу и призывают к проблеме относиться со всей ответственностью. При посещении лесопарковых зон, дачных участков необходимо одевать одежду, максимально закрывающую тело. Также использовать репелленты. При прогулке с домашним питомцем репелленты есть специальные для животных. А также при возвращении с прогулки нужно внимательно осматривать и животное, и себя. В Бресте наибольшее число укусов регистрируются на территории, прилегающей к парку воинов-интернационалистов, в лесополосе около Брестской областной больницы, а также в микрорайонах Плоска, Дубровка, Гершоны, Южный и на Красном дворе. В Брестском районе наиболее опасными являются леса в окрестностях поселка Муховец, деревень Радванище, Мотыкалы, Чернавчицы, Скоки. Необходимо ежегодно осенью и весной проводить уборку листвы, покостровы, вырубку валежника, уборку сухостоя. И обязательно бороться с мышевидными грызунами, так как они являются основными и разносчиками, и прокормителями клещей. Грызуны являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, талеремии, бруцеллеза, бешенства, лептоспироза, клещевого энцефалита, барелиоза, трихинолеза, листериоза, а также других опасных заболеваний. При обнаружении грызунов в местах общего пользования, в подвалах, на чердаке, в технических подпольях, необходимо обращаться в управляющие организации, эксплуатирующие жилой фонд с заявлением на проведение даразизационной обработки. Граждане имеют право самостоятельно проводить истребительные мероприятия против грызунов в своих жилых помещениях. Следует помнить, клещи – не десантники. Они не сидят на деревьях, а размещаются на растительности на высоте. Запах человека или животного улавливают на расстоянии 10 метров, а их укусы не вызывают боли и некоторое время незаметны. Медики рекомендуют сегодня завести хорошую привычку – ежедневно осматривать себя, своего ребенка и домашнего питомца с ног до головы.